мы уже собрались выехали сегодня получились долгие сборы пока мы все свое сырое сложили сейчас выдвигаемся с утра вроде пока солнышко но тучи тоже есть хоть солнышко как-то свечет становились купить себе папа и на завтрак еще банана у нас есть и папа и будет очень прикольно все отправляемся дорогу да он там у собаки надо все подъедем есть всего три до этого было штук 10 наверное все вот так лежат на дороге спят конечно ты я и я тоже тут да сейчас можем на ходу шашлевом снимать потому что у меня он будет всегда собака опять на дороге а вот дорога свернули на грунтовую дорогу да был конечно вариант ехать по асфальту да но также интересней да и вот по такой дороге точно не знаю сколько она будет длиться именно в таком виде но вообще по ней нам ехать около восьмидесяти километров а если дождь пойдет не знаю что учиться мы станем какими-то грязнулями жарой мешалой мы станем грязнулями весельчаками оранжевенькими такими да просто топ вперед приключениям да и 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 в пять и вышло солнышко и Теперь греет нас. Да. По лужам теперь едем по грязи. Да. Где-то мы-то помоемся. Ага. Дорога такая песчаная, немножко размякла. Да. И по ней немножко так сложнее ехать, конечно, чем по асфальту. Но зато интересно. Да, природа всякая. Да. Есть одни интересные жрики, но мы по них никак еще не почитали. Почитаем. Да. Они называются Мега Доктор Пэтч. Там еще до какой-то деревушки, километров 15, наверное. Да. Да. Какая там дальше дорога будет, мы не знаем. Да, не знаем, конечно же. Наверное, асфальтная. Да. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Местные ребята под дождем на великах и на мопедах ездят зонтами Забавно это выглядит Они еще могут быть в дождевике и зонтик держать Там впереди увидели много птиц Я не знаю, это цапли или аисты Но они нас замечают и сразу летают Мы уже оставили велосипеды, идем пешком Попробую уборщить Не улетели уже все Попробую ее лечить Попробую Попробую Я не знаю, мы сейчас тут провалимся Наверное Это очень мягкая почва Дуртик еще покапал Они тоже уходят сразу Слава богу дождь начался Почему? Потому что не хочу идти Еще раз Сошли с дороги чуть погулять, посмотреть Какая-то небольшая скала И дождь пошел Только что Вот прямо сейчас Спокойно Тут скользкие камни, помнишь? Увидели алтарь Будды? Увидели алтарь Будды? Решили к нему подняться А тут на дереве сидит павлин А мы его не видели И он, похоже, на нас тоже И никуда не убежал А все Улетел Наша Как проселочная дорога сменилась на грунтовку И это стало пока хуже Потому что очень большая яма и медленнее едем На асфальт Ну это не асфальт Какой это асфальт? Там, короче Старый асфальт, ладно Какие-то кусочки асфальта Они длиннее засыпаны камнями По обочине лучше ехать, чем по дороге Мама Мама Поддал Смотри, какой он прямо Такой чистенький, знаете Мама 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 Я только даю поле Что? Цветочек Покажи Это цветок плюмерии Папа, смотри, вон там павлин Да, я вижу Он нас тоже уже видит Влезда А вот Анcue Берез горы Берез плюмер Celten Пап, я вообще тоже зайду. Пожалуйста. Вот такой огромный камень, а наверху там даже какой-то алтарь есть, а там еще такой камень и на нем павлин сидит. Непонятно, что они говорят, но понятно, что они делают. У нас тоже так ездят, старьевщики собираются, всякие старые электроприборы, металл. 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 Крап. Металл. Добрались до городочка Великанда, пообедали тут, попили чаю и даже тут оказалась детская площадка. Ратибор в восторге. Продолжаем наш путь уже по асфальту. Едем до города Пол-Ланарува, нам туда 30 километров. Сейчас уже вроде небо чистое, наверное будем по суху ехать. У нас на пути появился первый светофор за наверное две недели. А может быть даже три. Зеленый, какао! Зеленый, надолелый. Сливама, аня, дотанил. Мама, аня, дотанил. Очищаем кровать от матраса. Мама, вот давай сюда. Мама, давай идем, подумаем. Давай, давай. Вестерест. Во слайка обезьян. Сегодня у меня коробки. Ой, вы их конечно увидите! они все-таки не боятся рождя и лозия не боится она никогда не боится это я подпишитесь на наш канал все как папа говорил там потом будет подъемчик он нам рассказал где улазил вдоль него асфальтная дорога помните я снимал там или же да конечно вы это помните мы в городе полонару а вчера сюда приехали вечером было уже опять темно 5 ничего не сняли заселились в гест-хаус всю ночь шел дождь с утра шел дождь сейчас идет дождь сейчас уже слабенький моросит и мы решили что можно уже этот город полонаруа это средневековая столица шри-ланки гуляем гуляем по развалинам полонару и там слева озеро тут в общем два небольших озера одно поменьше одно побольше которая побольше это озеро искусственное то есть его тоже какой-то правитель этого города решил построить чтобы были запасы пресной воды хорошо хозяева дожидали нам зонтик гест-хаус такой веселенький дяденька даже спросил а почему папа такой веселый вот там еще одна крепость но не знаю как она выглядит а уже вижу шучу ха 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 а пашик а 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